МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Мировые авиаперевозчики отменяют рейсы в Израиль. Изменился ли белорусский воздушный трафик в этом направлении, выяснял Дмитрий Байрович. Ситуация на востоке Украины обостряется. Министерство обороны сообщило о двух сбитых украинских истребителях в Донецкой области. Маникюр на домой, кустарные татуировки. Одна из причин рост заболеваемости гепатитом в Гродненской области. Только с начала года по этой причине заболели почти полсотни человек. В проблеме разбирался Юрий Корнелович. Шанс на выздоровление. Дополнительное медоборудование для раннего выявления и диагностики нарушений слуха у детей передали сегодня в РНПЦ от уриноларинкологии. Анастасия Иванникова расскажет подробности. Начнем выпуск с темы авиакатастроф. В Украине снова сбиты самолеты. По погибшим пассажирам малазийского Боинга в Нидерландах объявлен траур. А многие авиакомпании отменили рейсы в Израиль. Но об этом позже. А пока к сообщению, которое пришло из Тайваня. Там более 50 человек погибли в результате жесткой посадки самолета. Еще семеро тяжело раненые. И число жертв может возрасти. Сообщается, что при падении воздушное судно задело жилые постройки. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за мощного шторма, который обрушился сегодня на Тайвань. Непогода вынудила экипаж посадить машину в местном аэропорту. Однако сделать это с первого раза не удалось. При повторной попытке приземления самолет потерял связь с авиадиспетчерами. Спустя несколько минут врезался в землю и загорелся. Ситуация на востоке Украины накаляется буквально с каждым часом. В Донецкой области были сбиты два военных самолета национальной армии. Известно, что экипажу удалось катапультироваться. Однако дальнейшая судьба пилотов пока неизвестна. Детали произошедшего выясняются. Тем временем президент Украины Петр Порошенко подписал указ о частичной мобилизации. Правительству страны поручено обеспечить ее финансирование. Отмечу, это уже третья мобилизация, которая проводится в стране в этом году. Не утихают баталии и на политическом фронте. Премьер-министр Украины Арсений Юценюк объявил о введении ряда санкций против российских граждан и компаний. Для этого правительство уже создало специальный комитет. Нидерланды скорбят по жертвам крушения малазийского Боинга под Донецком в стране день национального траура. Во всех населенных пунктах королевства приспущены флаги. Сегодня в город Эйнховен из Харькова прибыл самолет с останками жертв авиакатастрофы. Там прошла официальная церемония прощания в присутствии королевской Читы, премьер-министра Нидерландов, а также делегации стран, граждане которых находились на борту погибшего авиалайнера. Тем временем бортовые самописцы доставили в Великобританию. Специалисты уже занялись расшифровкой черных ящиков. Напомню, пассажирский самолет малазийской авиалинии разбился 17 июля в Донецкой области. Все 298 пассажиров погибли. Обострилась ситуация и на Ближнем Востоке. Накануне недалеко от главного аэропорта Израиля взорвалась прилетевшая из сектора газа ракета. По этой причине ряд мировых авиакомпаний отозвал рейсы в Тель-Авив. За ситуацией следит и белорусский авиаперевозчик. Однако Белавия не отменила вечерний рейс в Израиль. Самолет в Тель-Авив вылетит по расписанию буквально через полчаса. Дмитрий Боярович продолжит. Белорусский авиаперевозчик отменять рейсы в Израиль не стал. Хоть такая вероятность и была. Еще днем в Белавии появилась информация о возможных изменениях в расписании в связи с очередным обострением конфликта на Ближнем Востоке. Мы следим за ситуацией в Израиле. В случае малейшей угрозы мы незамедлительно отменим рейс для обеспечения безопасности наших пассажиров и экипажей. Информации по закрытию аэропорта от авиационных властей Израиля не поступало. По имеющимся сведениям, в настоящий момент аэропорт Бен-Гурион принимает международные рейсы по расписанию. Борт из Минска запланирован на 8. Вечера состоится. Пассажиры самолета на Тель-Авив уже прошли регистрацию. Я надеюсь, что это всё временно и быстро закончится. Поэтому у меня такого страха абсолютно нет. Это у нас обыденные будни, если можно так сказать. Это для нас уже привычное дело. И поэтому у меня страха никакого нет. Там безопасность работает на полную мощь. Так что будет всё хорошо. Приземлимся, и все будут летать. И другие страны, и все остальные. Мировые авиаперевозчики ещё утром приостановили рейсы в Израиль. Большинство на сутки. А турецкая авиакомпания даже развернула свой самолёт на пути к Израилю. После того, как ракета, выпущенная из сектора газа, упала недалеко от главного аэропорта страны. Последней каплей это стало в том числе и для белорусских туристов. В турфирмах констатируют, отменил бронь путёвки на Мёртвое море почти каждый третий. Что касается туров, забронированных на август, пока некоторые туристы просят, чтобы мы приостановили. Обработку их заявок. Немножко изменились схемы экскурсионных маршрутов. Многие просят, допустим, перенести с центра страны экскурсию на север. Все наши туристы, которые отдыхают на морях, они всегда защищены. У них достаточно сильная защита туристов идёт, даже когда в стране военные действия. Напряжённая ситуация в Израиле изменила планы июля. Поехать на отдых в эту страну девушка планировала давно. С друзьями теперь с компанией решили бронь отменить. Я не знаю, что нам делать. Путёвки уже куплены, места в отеле зарезервированы. Получается, что мы теряем очень много денег, но всё-таки придётся, наверное, отказаться от такого отдыха. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже две недели. 10 июля была предпринята попытка бомбить Тель-Авив. За это время израильские системы ПРО сбили 60 ракет. Такое вооружённое противостояние и застаивало крупнейшие авиакомпании, что называется, подумать, прежде чем лететь в Израиль. Ситуация полностью под контролем. Самое главное, что Израиль не отменил полёты своей компании, авиакомпании. Я говорю об авиакомпании «Эл-Аль». Наши самолёты взлетали, приземляются и будут взлетать и приземляться. Никакой угрозы безопасности пассажиров нет. Сегодня же в Израиль прилетели госсекретарь США и генеральный секретарь ООН. Джон Кири и Пан Гимун встретятся с Беньямином Нетаньяху, чтобы сообща выработать план прекращения конфликта, который за две недели привёл к гибели более 600 человек. Дмитрий Байрович, Анастасия Бенжисюк, Алексей Юноша и Андрей Новгородцев. Телекомпания «Эстовы». Беларусь выплатила очередной транш по кредиту «Стендбай МВФ». Сумма платежа почти 84,5 миллиона долларов. Это уже не первое перечисление в этом году. Так, предыдущие были 30 июня и 1 июля, когда Беларусь выплатила 169 миллионов долларов. Напомню, программа «Стендбай», поддержанная кредитом МВФ на 3,5 миллиарда долларов, действовала в нашей стране в 2009 и 2010 годах. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере. Беларусь без проблем справится с платежами, которые необходимо осуществить МВФ. Прежде всего, потому что совокупная сумма всех этих платежей на сейчас в настоящий момент даже меньше, чем золотовалютные резервы страны. В Беларуси, по мере того, как она выплачивает все эти обязательства, у нее расширяется возможность для получения, открытия новой кредитной линии от МВФ. Мазамбик заинтересован развивать сотрудничество с Минским тракторным заводом. Об этом заявил премьер-министр восточно-африканской страны, посещая наше масляно-строительное предприятие. Он высоко оценил масштабы производства и широкий ассортимент выпускаемой техники. Говоря о возможных путях развития сотрудничества между двумя странами, глава правительства Мазамбика отметил заинтересованность не только в покупке тракторов, но и в создании совместного сборочного предприятия в своей стране. Сейчас для Мазамбика остро стоит проблема развития сельского хозяйства. Наш главный приоритет в этом направлении — механизация труда фермеров и хозяйств. Это поможет нам наладить процесс на более совершенном уровне. Мы не просто рассматриваем возможность покупать белорусские тракторы, но и организовать совместное сборочное производство. Это поможет сделать технику более доступной по цене и открывает возможность экспортировать ее в другие страны африканского континента. Беларусь поставляет тракторы в Мазамбик уже 4 десятилетия. Сейчас на полях восточно-африканской страны работают порядка тысячи машин, сделанных в Беларуси. Однако спрос на знакомую и зарекомендовавшую себя технику постоянно растет, причем не только в Мазамбике, но и в других странах. Республика Мазамбик и ее руководство очень заинтересованы в развитии сотрудничества с Минским тракторным заводом. Так как население страны Мазамбик увеличивается и есть вопросы о продовольственной безопасности, правительство Мазамбика принято решение о создании сборочного производства. В первую очередь рассматривается производство тракторов Минского тракторного завода, так как они себя на протяжении долгого промежутка времени уже отлично зарекомендовали. Работаем активно сейчас со страной Нигерия, Южный Судан, Египет работает два сборочных производства, Алжир работает сборочное производство. Это регион динамично развивающийся, и которая является нашими стратегическими партнерами. Красота потребовала жертв или маникюр с последствиями. Полсотни жителей Гродненской области заразились гепатитом в маникюрных и тату-салонах. Однако проблема в том, что абсолютное большинство заболевших опасным недугом получили диагноз после посещения именно нелегальных мастеров. Юрий Корнилович разбирался в проблеме. Вот уже три месяца, как жизнь Дмитрия кардинально изменилась. В прошлом остались шумные вечеринки и юношеский максимализм. Виной всему страшный диагноз, который поставили врачи. У 20-летнего парня обнаружили вирус гепатита. Молодой человек решил сделать себе татуировку, но обратился не к профессионалам, а в кустарную мастерскую. Пришел и начал делать рисунок. Через некоторое время начал ощущать, что какая-то у меня тяжесть в боку появлялась, как бы как вздутие. Бывало там какие-то ознобы, глаза подслезлились. И я сначала не придал значения, что это происходит. Но потом пошел просто провериться, обратился к врачам и подумал, мало ли, какая-то инфекция. Но, к сожалению, мои подозрения подтвердились. И это оказался на них гепатит. Теперь Дмитрий проходит длительный курс лечения. Несколько раз в неделю он вынужден посещать областную клинику. Но молодой человек надеется на благополучный исход. Каждое утро вот в это здание Гродненской областной инфекционной больницы приходят десятки людей, столкнувшихся с проблемой гепатита. Здесь они получают целый комплекс процедур, позволяющих справляться с болезнью. Рост заболеваемости вирусным гепатитом в Принеманском регионе специалисты наблюдают с начала года. Причём всё чаще встречаются факты заражения острыми формами болезни, Б и С типов. Это может вести к развитию цирротических изменений, к онкопатологии печени. Бывают фульминантные формы при острых гепатитах, когда такие заболевания заканчиваются летальными. Однако выясняется, что многие предпочитают жить по принципу «пока гром не грянет». А зря. Без заразиться гепатита можно в, казалось бы, безобидной ситуации. Любое нарушение слизистых у кожных покровов может привести к тому, что можно заразиться этим вирусом. Все мы ходим к стоматологу, гинекологу, мы ходим в маникюрные салоны. Рисковать или нет, каждый решает сам. Можно, как Светлана, ходить к проверенному мастеру. Профессиональный салон. Здесь я гарантированно получаю качественные обслуживания. Стерильность, как в кабинете хирурга, инструмент для таких, на первый взгляд, простых процедур неспроста готовят с медицинской щепетильностью. Прежде чем приступить к работе, обязательная дезинфекция рук. А на рабочем месте только прошедшую специальную обработку инвентарь. Раствор, который предназначен для медицинского оборудования. В течение 15 минут обрабатывается сам инструмент. Мастер не может вообще ни в коем случае обслужить студентов, которые есть порезы, либо какие-то повреждения на руках, на ногах, грибу, ковля, заболевания. Можно ли качественно простерилизовать инструменты дома? Приложить маникюр с выездом на место может любой желающий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы делаете маникюр? Да. Вы обрабатываете инструменты? Да, обрабатываю. А как? На дезинфекторе. Это какая-то такая химическая обработка, да? Да. Ну, то есть вы гарантируете безопасность? Да, девушка. А скажите, вот вы обрабатываете, ну, в присутствии клиента? Можно в вашем присутствии, можно без вашего. Без разницы. А вот продезинфицировать инструменты в присутствии клиента готовы выполнить далеко не все. Но даже в случае согласия, гарантии того, что средства защиты будут соответствовать всем медицинским нормам, пустарный мастер дать не сможет. Как и минимальная вероятность того, что он понесет ответственность на случай заражения. Юрий Корнелович, Екатерина Желянина, Николай Лапин, Илья Пучко и Максим Соксукевич. Телекомпания СТВ. Обнаружить недуг уже в первые дни жизни. Медицинское оборудование для диагностики нарушений слуха у маленьких детей передали сегодня в РНПЦ от ареноларингологии. В течение года такие аппараты получат больницы всей республики. Современное оборудование поможет выявить проблемы уже в роддоме. Медицинские перспективы в материале Анастасии Иванниковой. Сами понимаете, как хочется услышать о его речи. Это тогда, когда я услышу речи, наверное, буду самочастливой. Со слезами на глазах и с надеждой на выздоровление. О болезни маленького внука она просто не может говорить спокойно. В столицу с 4-летним Матвеем Любовь Ивановна приехала за консультацией и профессиональным лечением. Правильно диагностировать заболевание местные врачи не смогли. Нам надо было как-то раньше попробовать обратиться сюда, в центр, чтобы нам помогли. В итоге операция, а ведь во многих случаях тяжелых последствий можно избежать, вовремя диагностировав нарушение слуха до полугодовалого возраста. Специально для этого новое оборудование, скрининговые аппараты для проверки слуха и так называемые КСВП для объективной диагностики патологий и выявления степени снижения слуха. Преимущества их ощутимы, об этом говорят сами медики. У меня имеется возможность проверить у ребенка по частотному слуху на 500 Гц, на 1000 Гц, на 2000 Гц и на 4000 Гц. В связи с этим будет и лучшая диагностика слуха, будет точная настройка слухового аппарата и соответственно будет у ребенка лучший слух. Как правило, на тысячу новорожденных приходится один плохо слышащий ребенок. Таковы данные мировой статистики. В Беларуси цифры те же, только в базе столичного РНПЦ более 4000 плохо слышащих детей. Одним словом, проблема актуальна, поэтому новыми аппаратами оснастить планируют не только столичные медучреждения, но также больницы и роддомы по всей республике. Выявлять патологии можно будет на пятые и даже третьи сутки после рождения ребенка до выписки из роддома. Если нарушение слуха будет выявлено, они будут обследованы либо в областных центрах, либо у нас в республиканском центре и вовремя смогут получить адекватную помощь. То есть, либо слуховые аппараты будут слухопротезированы дети, либо глухим детям будет выполнена кохлеарная имплантация, чтобы к трем годам они смогли заговорить, как и все дети. Реализуются новые медицинские аппараты в рамках национальной программы. Свои усилия Минздрав и Международный благотворительный фонд объединили еще в сентябре, чтобы дать шанс на выздоровление. Ведь своевременный диагноз – не что иное, как залог результативного лечения. Закупается всего 372 единицы медицинской техники. Эта техника будет поставлена в больницы, детские больницы, поликлиники, родильные дома. Пока оборудование закуплено частично. Сейчас оно поставляется в Гродненскую и Минскую области, столицу. В остальную часть республики медицинские новинки поступят уже к концу лета. Анастасия Иванникова и Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Японские дети, пострадавшие от последствий аварии на АЭС «Фукусима», поправят здоровье в Беларуси. Сегодня самолет с ребятами на борту приземлился в национальном аэропорту Минск. Как долетели? И тоже ждем. В детском оздоровительном центре «Зубрёнок» школьники из Японии отдыхают уже в третий раз. В программе их пребывания на белорусской земле помимо лечения включены разнообразные экскурсии. Запланированы поездки в Древний Полоск, город-герой Минск, а также по замкам Беларуси. Этим летом белорусский «Зубрёнок» посетит сразу две группы из страны восходящего солнца. Всего 32 подростка. Я в первый раз здесь. О Беларуси очень мало слышал, поэтому все будет интересно. Хочу много посмотреть, найти себе белорусских друзей. Предусмотрены еще такие программы, занятия, когда японские дети хоть несколько слов должны выучить на белорусском языке, познакомиться с нашими песнями, танцами, обрядами. У нас есть квалифицированные переводчики, опыт имеют уже и жизни в Японии, поэтому нам легко будет общаться. Раз, во-вторых, многие взрослые сопровождающие хорошо говорят на английском. Беда сблизила такие географически отдаленные государства. Власти Японии оценили и помощь, и сочувствие со стороны Беларуси. Отмечу, что после аварии на Фукусиме в стране восходящего солнца внимательнее стали следить за опытом других стран по преодолению последствий. После трагедии 11 марта мы получили от президента Беларуси Лукашенко письмо с соболезнованиями. Кроме того, белорусское правительство выделило помощь японскому Красному Кресту. В этом году японские школьники из города Сэндай были приглашены на летние каникулы в Беларусь. Отдых очень важен. В Беларуси мы организовали хорошую программу, за что мы тоже благодарны. Очередной триумф белорусов. 15-летний гомельчанка Елена Прищепова стала мировой рекордсменкой первого в истории чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Соревнования в чешском городе Святовы прошли сразу в нескольких возрастных группах. Чемпионом мира стали и наши парни. И если у них этот мировой форум был уже пятым по счету, то девушки за главный титул боролись впервые. Как стать спасателем в 15 лет, выяснял Александр Добрьян. Первая тренировка после возвращения чемпионата мира. Спрос с обладательницы нового мирового рекорда Елены Прищеповой теперь двойной. Медали обязывают. Личный рекорд 15-летней гомельчанки золотыми буквами вписан в летопись мирового спорта. Она победительница первого в истории чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту среди девушек. Что помогает, так это вера. Вера команды, вера тренера. Вера в себя, это, по-моему, самое главное, что должно быть. Все в мыслях. Потому что некоторые девочки настроиться вообще не могли. Было очень страшно, у них было волнение просто жуткое. У меня такого волнения не было. Золото Елены Прищеповой – лишь часть успеха нашей сборной. Белорусские отличились, став бронзовыми призерками в общекомандном зачете. Однако объективно амбиций было достаточно и для золота. Теперь ничего сложного нету. Делать надо так, как на тренировке. Но сложно было немножко справиться со своими эмоциями. Было очень много волнения. Вот эта вот сплощенность команды. Вы почувствовали, что вот, в принципе, то, что мы с вами всегда разговаривали, всегда говорили, что будет коллектив, будет команда. И не от одного из вас зависит, как команда выступит. А как выступите вы все. Бронза белорусок – безусловный триумф. В нашей стране в этот вид спорта девушки пришли чуть меньше года назад. При том, что те же чешки и польки соревнуются уже не первое десятилетие. Шутка ли? Подготовить чемпионку мира тренеру Андрею Зайцу удалось всего за 12 месяцев. Конечно, за нашу команду переживали все. Тем более первый чемпионат мира у наших девочек. Ну и пятый чемпионат мира у мальчишек, которые выиграли этот мир по юношам. Молодцы. Перспективы у этих юных спортсменок довольно радужные. Не первый год идут разговоры о включении пожарно-прикладного спорта в программу Олимпийских игр. Кстати, сам факт проведения соревнований среди девушек говорит о том, что решение этого вопроса не стоит на месте. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель. Четыре дня из жизни Востока. Дни культуры Туркменистана стартовали сегодня в белорусской столице. Своё творчество нам продемонстрируют солисты, эстрадные группы и хореографические коллективы. Гостям на белорусской земле оказали очень тёплую встречу. И не впервые покорять столицу виртозой из Туркменистана приезжали ещё три года назад. Три года назад у нас была первая красивая, интересная встреча. В России был замечательный концерт дружбы с участием наших коллективов и коллективов Туркмении. На этот раз это коллективы только Туркменистана. В рамках Дней культуры завтра в 15 часов в художественном музее открывается выставка Туркменской республики, где будут представлены драгоценности, ковры. В программе недолгих, но очень разнообразных Дней культуры открытие Туркменской выставки «Круглый стол с белорусскими деятелями культуры по обмену опытом». И, конечно, экскурсионные прогулки по Старому Минску. В Минске будут выступать, конечно, эстрадная музыка и народная туркменская музыка. И наши музеи, там это экспонаты, богатые экспонаты туркменские. Белорусские деятели культуры к нам приезжают. Мы вот приехали, с удовольствием будем выступать. Гродненская область приступила к массовой уборке урожая. И по традиции во всех районах перед массовым выходом техники в поля провели обряд зажинки, когда жительницы деревень самого разного возраста с серпами в руках зажинают первый сноб. Все действие сопровождалось белорусскими народными песнями. Считается, что именно первые срезанные колосья будут самыми урожайными. Их выставляют на почетном месте в доме и во время сева первыми бросают в почву. В зажинках очень важно было зажать сноб с Париж. Сноб с Париж означало, что это был символ подвойного богатства. А селянину очень важно было иметь шмат хлеба. И дочекать, как на целый год его хопило от зажинок и до жнива. На этом у меня все. Итоги дня в 22.30 подведет Екатерина Зубенько. Желаю нескучного вам вечера. Субтитры сделал DimaTorzok